Важно выдвигать претензии к России. Мы дали ясно понять нашим русским собеседникам, что готовы конструктивно обсуждать российские озабоченности в сфере безопасности. Точка. Соединённым Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии. Вот вдумайтесь в эту знаменательную фразу. Она чудовищна просто. Соединённым Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии. Это после всех тех преступлений на наших глазах, которые совершила сильная Россия вдоль всей своей периферии. Мы понимаем, что полная победа над Россией в Европе ослабила бы наши позиции в других регионах мира. Российская мощь, Рашин Павлова дословно, не обязательно такая уж плохая вещь для нас. Мы согласились, слушайте дальше, мы согласились, что шансы украинцев вернуть все свои территории ничтожно малы. Что касается Крыма, то если русские почувствуют, что они могут его потерять, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия. В четырёх других контролируемых русскими регионах Вашингтон предложил, обратите внимание, Грэм не говорит, там мы предложили, у нас возникли. Вашингтон предложил, говорит он, от имени Вашингтона, провести свободу, от имени Вашингтона он говорил и предыдущую фразу, что шанс украинцев вернуть свои территории ничтожно малы. Вашингтон предложил провести свободные референдумы, чтобы жители могли сами определить, частью которой страны они хотят оставаться, ну и дальше совсем по Путину, в качестве первого шага стороны должны быть прекращены огня и так далее. Вот эта точка зрения артикулируется представителям Соединённых Штатов на вот этот секонд трек важнейших переговоров в Москве, которые начались в Нью-Йорке с самим Лавровым. Ну, надо отдать должное, Москва Таймс, у них есть, оказалось, аудиозапись, ну, как оказалось, естественно, на неё сохранение, аудиозапись этой беседы, и они немедленно связались, задали соответствующий вопрос в Совет национальной безопасности Соливана. Реакция была немедленная, конечно. Споксман Соливана всеми силами, руками, ногами открещиваются. Мы ничего не знаем, ни в коем случае мы никакого отношения не имеем к этим переговорам. Наша позиция неизменна. Ничего об Украине, за спиной Украины, никто этого Грэма не уполномачивает. Мы ничего об этом вообще не знаем. Это после того, как всему Вашингтону было известно, что 25 апреля Грэм встречался, запустил этот второй трек вместе с Лавровым, и после этого подробно доложил о результатах Соливана. Вот такая ситуация развивается в Вашингтоне. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Для меня позиция Соливана и Бернса никогда не была секретом. Мы с вами два года обсуждаем все, что происходит в Вашингтоне. Сегодня мы обсуждаем вот эту явную борьбу двух концепций. Концепции победы в Украине в войне, которые разделяют Плинкен и Остин, и вот эту концепцию Соливана. Надо отдать должность Соливану. Он достаточно честен был все время. Он с самого начала, отвечая на вопрос, а в чем цели Соединенных Штатов в русско-украинской войне, всегда, в отличие от Блинкена, который говорил «победа Украины» и ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не могла повторить подобную агрессию, он отвечал лукавой формулой «непоражение Украины», которая на самом деле – это липовое такое прикрытие формулы «непоражение России», «непоражение России». Вот основная цель, которую ставили перед собой в этой войне, и ставят, и продолжают добиваться и Блинкен, и, извините, и Бернс, и Соливан. Тоже, увы, не шутка. Как обычно, кинули на родице-то в России, кинули, кинули. Увеличили верхнюю планку, границу, до 30 лет, а нижнюю, как обещали, поднять не подняли. Да, там до 21 года все будут призывать с 18 до 30. Вот, как человек, который является офицером запаса, юстиции, естественно, поскольку я в Мирфаке учился, я уже об этом рассказывал. Сам я являюсь офицером запаса, но и для таких, как я, и подобных мне, и в том числе военнослужащих, которые проходили сурочную службу, подняли возраст на 5 лет запаса. То есть, я, если до 55 лет находился на военном учете, то теперь буду до 60. И так кратно по отношению ко всем офицерам среднего звена, нижних чинов, военнослужащим рядовым, которые проходили сурочную службу, ну и, соответственно, старшим офицерам, вплоть до генералов, они там еще больше. Срок для них предусматривается нахождение в запасе и без снятия с учета. Фраза, которую употребил генерал Картополов, генерал-полковник председателя комитета по обороне Государственной Думы, ну, понятно, что это никакая не дума, никакой не парламент, но, тем не менее, он сказал, что вы же тут думаете, выступая с трибуны. Надо готовиться к большой войне, она вот уже, вот. Ну, там редакция немножко специфическая, такая, более тупая, свойственная для таких алкоголиков, которые в Государственной Думе сидят, особенно из числа военных. Но, вы знаете, в этом сакраментальности есть какой-то такой ужасающий смысл, безусловно. Ну, ладно, они строят планы на ваших детей, внуков и так далее. Они действительно собираются воевать долго. Целью всех этих новаций законодательных является, конечно же, и безусловно, попытка проведения новой мобилизации, может, к сентябрю, может, раньше. Сейчас не будем гадать, но это точно обеспечение именно этой компании, потому что 300-400-500 тысяч тех, кого они могут мобилизовать, им очень необходимо на фронте для того, чтобы изменить, в общем, в целом для них не очень стабильную и в негативном смысле ситуацию. Мы видим, что анонсированные в ряде американских изданий через источники из Пентагона контрнаступления решающего фазы августа, она уже более-менее началась, потому что через Старомайорская, которая захвачена с выходом на следующие населенные пункты, в общем, и целом ситуация как-то становится динамичнее. Учитывая все это и другие обстоятельства, о которых я сейчас скажу, они намереваются подготовиться к этой большой войне. Что они подразумевают под большой войной? Подразумевают ли они под этим расширение внешних больших пределов, чем в Украине, в военных действиях? Конечно, безусловно. Это можно предположить, потому что, вы знаете, даже для ведения боевых действий в Украине, я скажу крамольную мысль, те цифры, еще сотни тысяч военнослужащих, избыточны. Если у вас нет намерения захватить Киев, ну, в здравом уме ни один командующий этой так называемой СВО не может исходить из такой задачи, потому что уничтожить украинскую государство и украинскую нацию уже не удастся. Это терминальный вывод. Он не изменен. Российские войска, даже если туда прибавится 300, 400, 500 тысяч, не смогут пойти в наступление и дойти до Киева. Это невозможно. Те условия, которые сложились к нынешнему лету 2023 года, не позволяют российской армии, российским вооруженным силам осуществить изначальные цели от 24 февраля 2022 года. Захватить Украину, уничтожить украинскую государственность, прекратить ее суверенитет, уничтожить украинскую нацию. Это невозможно. В том числе, конечно, и потому, что у Украины есть союзники, которые обеспечивают ее вооружениями, обеспечивают помощью военной, финансовой, экономической и всякой другой. Это баланс не в пользу того, что Россия в нынешнем ее состоянии и при нынешних возможностях способна переломить ситуацию. А какая-то война большая. Ну да, то, что лежит на поверхности, это заявление провокативное, безусловно, относительно целей и задач, которые ставятся перед остатками ЧВК Вагна, размещено в Мигельевской области, в Беларуси, вплоть до туристического похода для Жешевы и Варшавы. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.